Итак, доброе утро! Всем доброе утро, дорогие друзья! Бонжур! Хеллоу! Шабуатов! Закончился пост у нас от Скорбели про разрушение храма. И сегодня как раз мы будем изучать Мишнух Пертьевод, который сказал Раби Лазар Беназария. Внизу есть его биография. Один из коинов. Он был один из коинов. Из семи коинов, которые вот после разрушения храма остались безработными. То они, получается, 400 лет работали в храме. Во втором храме, а до этого 410 лет в первом храме. И остались безработными. Эхо такое, чувствуете? Есть эхо. Хорошо! Раз, раз, раз. Все, дорогие друзья, давайте собираемся и продолжаем изучать. Мы сегодня уже предпоследняя Мишна третьей главы. И у нас впереди еще три главы. Представляете? Три главы. И мы уже продвинулись, можно сказать, очень. Теперь можно здороваться. Все отлично. Всем шалом. Вообще, по правде, если идти по Аллахе, по закону, да? По закону Торы, то шалом можно говорить только после утренней молитвы. То есть, если человек помолился, и он Богу вначале сказал шалом, после этого он может человеку сказать шалом. Но если он пока с Богом не поздоровался, он не может предпочтить как бы человека к Богу. Понятно? То есть, первым делом нужно сказать с утра Богу шалом. Все. А шалом сказать Богу, это помолиться. Хорошо. Ну, я уже помолился, поэтому я вам спокойно говорю шалом. Итак, значит, сегодня у нас Мишна, которую сказал Раби Эльазар Беназария. Его биография есть внизу. Вот как раз я ее распечатал. Он был очень интересный такой человек. И, значит, очень был интересный человек. Мне больше всего про него запомнилась одна короткая история в Талмуде. Когда ему предложили возглавить Санедрин, возглавить мудрецов того времени, да? А до этого мудрецы сместили с поста главы мудрецов Раби Рабангамлиэля. Рабангамлиэль это был выдающийся такой мудрец. Рабангамлиэль был выдающийся мудрец. И с первым встречным нужно здороваться. Вот Марку я отвечаю. После того, как ты с Богом поздоровался. То есть скажи утром Богу здрасте, помолись, и потом здоровайся с кем хочешь, лучше первым. То есть это самый идеальный вариант, когда ты первый успеваешь всем сказать шалом, здравствуйте, культурный, все. Теперь продолжаю. Раби Лазар Беназария, он жил после разрушения храма второго. И как раз в эту эпоху Рабангамлиэль бен Закай попросил у Веспасиана, у римского императора, попросил у него дать разрешение мудрецам открыть академию в Явне. И там мудрецы в Явне, в городе, они сделали академию тараническую и начали опять изучать Тору, преподавать Тору. Отвечая на ту ситуацию, которая была, они уже знали, что еврести народ уходит в изгнание после разрушения храма. И они выносили те постановления, которые понадобятся для того, чтобы идти в это длинное путешествие, да, такое изгнание. И, значит, вот они уже скоро начнут записывать устную Тору. И в 120-м году они записали устную Тору. Вот то, что мы сейчас изучаем, это они как раз записали после разрушения второго храма. До этого это нельзя было записывать, они только устно друг другу передавали, знали наизусть все это и так далее. Под кого-то Игорь Снежко здоровается с Богом под холодным душем? Тоже нельзя. Голым нельзя с Богом здороваться. Это, ну, как бы неуважение к Богу. Бог это как царь, да, царь царей. И вы же с царем не стали бы голым здороваться? Вот если вас бы вызвал там, например, Трамп к себе и говорит, Игорь Снежко, давайте-ка встретимся. А Игорь Снежко говорит, ладно, отлично, и в плавках пошел навстречу. Ну, не понятно же, что к Трампу в плавках не ходят. Так тем более к Богу голым. Хорошо. Теперь, значит, давайте дальше. Значит, и вот в то время в Явное главой мудрецов был Рабан Гамлеев. И его убрали мудрецы с поста и начали думать, кого поставить главным. Вначале думали поставить Раби Ативу, потому что он был познанием, он был выше всех Раби Атива. Но у Раби Ативы не было то, что называется заслуга отцов. Он был из принявших иудаизм, и у него не было вот этой вот цепочки, которая заслуги отцов, да, и они боялись, что Рабан Гамлеев на него обидится, и Раби Атива может от этого пострадать. И говорят, нет, Раби Ативу нельзя. Второй был по мудрости Раби Юшуа. Но именно был конфликт между Рабан Гамлеевом и Раби Юшуа. И тоже мудрецы говорят, мы не можем, мы не можем поставить Раби Юшуа, это будет слишком большое страдание Рабан Гамлееву, что его сняли, а того, с кем у него был спор, поставили вместо него. Это, ну, это слишком. Насколько они, все нюансы, да? И кого они думали поставить Раби Лазар Беназария? Раби Лазар Беназария, он был из рода Коинов, причем он был из рода Эзра, Эзра первосвященник, который при Вавилонском изгнании он построил первый храм. То есть он был из рода самых таких выдающихся людей в народе Израиля. Второе, он был очень богатый, он был один из самых богатых людей в народе Израиля. Говорят, что его, ну, то есть он был один из самых богатых. Даже в Талмуде написано, что если снится Раби Лазар Беназария, это к большому богатству. То есть он как бы был в воплощении богатства. И, значит, он был молодой, ему было всего 18 лет, он был великий мудрец. То есть у него было все. И ему предложили стать главой мудрецов. И он говорит, вы знаете, говорит, я должен посоветоваться с женой. То есть вот в Талмуде такая история, о которой мне очень она запомнилась. Значит, он говорит, мне нужно посоветоваться с женой. Приходит он с женой, приходит он к жене и говорит, мне мудрецы предложили стать главой. Что ты думаешь? Она ему говорит, не соглашайся, вообще не соглашайся. Потому что если они Роман Гамлееля вытянули, так представь, что они с тобой сделают. Не соглашайся. Он ей говорит, ты знаешь, говорит, я услышал то, что ты сказала. Но, говорит, если человеку дарят красивый стакан, он ей так ответил, бокал из красивого стекла, какого-то, дорогого, драгоценного стекла. И он боится, что этот бокал разобьется. Так что ему теперь им не пользоваться? Нет, пускай он им пользуется, разобьется, разобьется. Но пускай начинают им пользоваться, иначе смысл в этом бокале. И он ей говорит, я тебя услышал, пошел и согласился. И стал главой мудрецов, главой Санадрина. Он стал, но потом мудрецы, они подумали, в общем, он потом менялся с Роман Гамлеелем, и он возглавлял потом Равинский суд. То есть, но он, что мне больше всего запомнилось, вот эта история в Талмуде, что когда ему сказали, дали предложение, очень крутое предложение, он сказал, мне надо посоветоваться с женой. Но когда он с ней посоветовался, он не сделал так, как она сказала. То есть, как бы, вот очень интересная ситуация. Мы учили перте вот, что тот, кто марбе, марбе, этца, марбе твуна, тот, кто умножает советование, да, то есть, он умножает понимание. То есть, если ты советуешься, там, с женой, с каким-то мудрецом, с опытным человеком, он тебе дает совет, ты не обязан делать, как он посоветовал, но у тебя появляется еще одна точка зрения на ситуацию, и ты ее видишь по-другому, и это видение, оно тебе дополняет картину. То есть, он ее услышал, что его могут снять, он с ней согласился, да, могут снять, сказал он, да. Но этот довод, он его не убедил, потому что он считал, что даже если меня потом снимут, но я хотя бы какое-то время побуду на этом, ну, там, номер один, самый выдающийся пост в народе Израиля. Наси, князь. Понимаешь? Дальше. Теперь, что он нам сказал? Он нам сказал очень основополагающую мишну. Он учился у рабе Ативы, он был его на одним уровне потом с рабе Ативой, то есть, он из таких выдающихся мудрецов того поколения, и он нам сказал следующую вещь. Рабе Лазарбе Назария Омер. Им эн Тора эн Дерех Эрец. Он нам сказал, что если нету Торы, нет у человека Дерех Эрец. Дерех Эрец это путь земли дословно переводится. Когда говорят путь земли, имеют в виду правила поведения, то есть качество характера. Да, вот есть человек, он, кто-то умеет себя вести, кто-то не умеет, у кого-то качество одни, у кого-то качество другие. Вот Дерех Эрец это качество. И второе, путь земли это работа. Как мы уже учили, говорил Рабан Гамлиэль, что Яфет Алмут Тора им Дерех Эрец. Хорошо Тору соединять с Дерех Эрец, с работой какой-то, с ремеслом. Теперь сказал нам Рабе Лазарбе Назария, им эн Тора, если нету Торы, нету Дерех Эрец. Что он имел в виду? Человек, у каждого человека есть какая-то идеология. То есть любой человек, он живет в некой модели мира, в картине мира, в которую ему дали окружающие люди. Никто не придумывает свои модели мира. Ну разве что там Карл Маркс придумал свою модель мира. Там может быть, ну единицы. В общем единицы придумывают какие-то свои модели мира. Большинство людей, они принимают какую-то идеологию, как устроен мир, как он работает и какие в нем действуют законы и правила поведения. Теперь Тора это одна из идеологий, скажем так, только та идеология, которую дал создатель мира. То есть Тора это учение, как работает мир, как он устроит, откуда он взялся, куда он идет, какие в нем правила и так далее. Тора это учение, это некая идеология, модель мира, в которой существуют люди, которые верят в Тору. Те, которые не верят в Тору, они существуют в какой-то другой модели. И их модель, их идеология, она придумана кем-то из людей. Тора, мы верим, что Тора получена полностью через Моше Робейну, через Моисея от Бога в чистом виде. То есть Моше был пророк, передатчик. И Бог дал эту идеологию и сказал, нате, берите, возьмите. И еврейский народ сказал, на асэ венишма. Они сказали, все сделаем, потом разберемся. И они приняли эту идеологию, которая называется Тора. Теперь поведение, правила поведения и как работать в этом мире. Это есть не только у тех людей, которые учат Тору. То есть и все остальные тоже как-то живут, работают, как-то ведут себя. Но если нет у тебя вот этой Торы, то обязательно будут сбои на каком-то уровне. У человека, который живет просто в модели Дере Херетс, типа я простой человек, ну простой человек, такой обыватель, вот живу как все живут. И у него обязательно будут где-то сбои. То есть если он не знает, как правильно, как работает, то даже если он вроде бы где-то двигается, все равно где-то у него будет сбой. Нету Торы, нет Дере Херетс. Теперь им эн Дере Херетс, эн Тора, продолжает Рабеля Зарба Назария. Но если у человека нет правильного поведения в этом мире, то нету Торы. То есть качество характера, Дере Херетс это качество характера, доброта, честность, порядочность, спокойствие, там доброе сердце, то что называется, это все Дере Херетс. Но именно как оно должно работать, это все расписано в Торе. Но если нету Торы, у тебя не может быть правильного правил поведения и работы. Но если нет у тебя правильного поведения и работы, то сама по себе Тора не держится. То есть есть люди, у которых вот знание Торы отдельно, а его как бы качество характера отдельно. Он человек плохой, и он как бы, вроде бы он говорит правильные слова из Торы, но оно часто не соответствует, входит в противоречие. Поэтому говорит нам Раби Лазарба Назария, что определяющим здесь в этой связи является Тора. Если нету Торы, нету Дере Херетс. То есть мы знаем о том, что такое правильный Дере Херетс из Торы. Что такое правильный путь земли дословно, из Торы, да, земной путь. Теперь, но если нет у тебя правильного земного пути, то Тора не держится. Но последовательность именно такая. Нету Торы, нету пути земли, не знаешь ли, как жить в этом мире. Но если ты неправильно живешь в этом мире, то Тора на тебе не держится, она слетает. Это не настоящая Тора. Теперь дальше. Дальше он продолжает. Им эн хохма, эн ира. Вторая пара он говорит. Теперь вторая после, ну уже получается третья по значимости вещь, это хохма. Хохма это божественная мудрость. То есть Тора состоит из неких знаний, аксиомы, которые человек принимает. И когда он уже принял Тору в себя, у него эта Тора называется хохма, божественная мудрость. То есть хохма, и он говорит, если нету хохмы, божественной мудрости, нету ира. Что такое ира? Нету трепета перед небесами. Если человек не знает, если человек не знает про Бога, то как он может Бога бояться? Если он не знает о создателе мироздания, то что он может бояться? То есть когда-то, есть такая история, началась только советское время, и такие были комсомольцы. Один комсомолец, он прямо пришел в синагогу и говорит раввину старому такому, я хочу с вами устроить диспут, я хочу сделать с вами диспут, я вам докажу, что Бога нет. Раввина ему говорит, вы знаете, я не хочу с вами спорить, лучше не спорить. Это именно Дерахерец, путь земли. Говорит, я не хочу с вами спорить. Он говорит, нет, диспут, давайте устроим диспут, сейчас я вам докажу, что Бога нет. Ну, выхода нет, когда злодей пытается на глазах у людей выступать против Бога, то в Торе написано, как мы уже учили, знает, что ответить Апикойрусу, да, этому учили в Перте, а вот знает, что ответить вот этому, кто идет против Торы. Раввин, значит, он, естественно, знал это, и он ему говорит, хорошо, давайте. Но говорит, вначале, прежде чем мы устроим диспут, давайте вначале определимся, кто такой Бог, которого вы мне сейчас будете доказывать, что его нет. Этот комсомолец говорит, да это же все знают. Он говорит, нет, давайте уточним понятие. Вот вы говорите, Бога нет. Какого Бога нет? Кто такой Бог? Этот комсомолец говорит, ну, Бог это такой, с белой бородой, значит, сидит на облаке, молнии метает и, значит, устанавливает, что, ну, там, что-то устанавливает, да, сидит на облаке с белой бородой. Раввин говорит, так, а зачем нам диспут? В такого Бога я тоже не верю. Говорит, мы с вами на одной позиции стоим. Вот то, что вы называете Богом, вот этот с белой бородой, я в него тоже не верю. Все, диспута нету, не о чем нам с вами спорить. Я с вами согласен. Вот такого Бога нету. А чтобы узнать, кто такой Бог, когда мы говорим о Боге, создателе мира, творце мира, тот, кто создал мироздание, управляет мирозданием, для этого нужна хохма, божественная мудрость. То есть нужно от пророков узнать, какой он, чтобы понять, о чем вообще идет речь. И написано, что если нету хохмы, говорит Раби Лазар Беназария, если нет божественной мудрости, нету страха перед Богом. Но дальше он продолжает. Если нет страха перед Богом, то нету хохмы, нет божественной мудрости. То есть это абстрактное, то есть Бог же это не дедушка с белой бородой. Это создатель мироздания. И это некое абстрактное представление, где ты пытаешься мыслью охватить необъятное. И вот у многих людей, они только начинают об этом думать, и у них прям голова рушится. Они говорят, не, не могу. Если у них нету страха перед Богом, то у них Тора не удержится. Но если у простого даже человека, он не думает, какой Бог. Он говорит, там кто-то есть. Есть тот, кто управляет миром и мир их создал. Я не хочу вдаваться, я простой человек. Но я его боюсь. Реально я боюсь нарушить его волю. Я боюсь потерять его милость. Я боюсь потерять там удачу, везение. Я боюсь. Я понимаю, что я чудом существую. Я понимаю, что это же не я себе сделал. Значит, есть создатель. Значит, я просто боюсь. И тогда он начинает просто делать то, что узнает. Это называется, ему сказали что-то из божественной мудрости. Он начинает делать. Он начинает делать. Он начинает делать. Так вот, говорится, что если нету хохмы, нету знания, нету страха перед Богом. Если нету страха перед Богом, то знание о том, что и как надо делать, не удерживается. Дальше он продолжает. Следующая пара. Есть у человека в мышлении, есть три этажа. Первый этаж называется хохма, божественная мудрость, аксиомы. То есть человек принимает от окружающих людей некие аксиомы, как работает мир, как он устроит. Большинство людей не видели никогда весь мир в целом, не знают, что в мире есть 250 стран, не знают, как устроен человек, как устроена иммунная система, как вообще все работает. Люди понятия не имеют. Но у каждого есть некая модель мира. Теперь хохма, это когда я принимаю знания о божественном сотворении мира, как работают аксиомы. Бина, бина это качество ума, сообразительность. Когда человек умеет делать выводы, у него работает логика. И даат, даат это познание, это цельное восприятие картинки мира. То есть я взял хохму, божественные аксиомы, как мир устроен. Но я это не могу, я не могу Бога постигнуть, я просто услышал, что это есть, это хохма. Дальше. Умение делать выводы называется бина, сообразительность. Я из этого могу сделать какие-то выводы. Даат это цельная картина, которую я воспринимаю. Картина мира, даат. Теперь говорит нам Раби Лазар Беназаре, первое, что он сказал, что понять только человек, который понял, узнал о божественном сотворении мира и что есть Бог, у него может появиться страх перед Богом. Но если у него не появился страх перед Богом, то вот это знание, оно для него остается абстрактным знанием, как там теория больших чисел, какая-то теория струн. То есть для него что Бог, что не Бог, для него равноценно. Но как только появляется страх перед Богом, он начинает тогда соблюдать. Теперь, если нет у него даата, если нет у него целого восприятия мира, цельного восприятия мира, то есть даат это когда вот люди это не ценят, но то, что у человека есть цельное восприятие мира, это великое чудо, что человек может просто слышать звук и воспринимать. Вот я вам сейчас что-то рассказываю, вы воспринимаете. Это называется даат, восприятие. То есть и оно у больного человека, у сумасшедшего, оно начинает ружиться, у него мир не держится вообще в целом. Поэтому, значит, он говорит, если нету даата, цельного восприятия мира, нет качества вот этого бина. Сообразительность это то, что соединяет цельное восприятие мира с божественной мудростью, умение делать выводы. Так он говорит, если нету даата, нету сообразительности. Если нету сообразительности, нету, нету цельного восприятия мира. Дальше он продолжает следующая пара, очень длинная мишна, поэтому сейчас может конец ее такой более простой. Им эн кемах эн тура. Дальше он дает еще одну пару, очень интересно. Если нету муки, нету торы, он говорит. То есть все-таки человек в этом мире, у него первичное его физическое. Вот я вчера, вчера у нас был пост, без еды, без воды. Я вечером уже был в очень плохом состоянии физическом, да. То есть у меня болела голова, я не мог заснуть. То есть у меня, реально меня этот пост, он подкосил. И, ну, подкосил мои физические силы, да. Физическое, как следствие, и духовное, и интеллектуальное, болит голова и все. Так он говорит, что если нету кемаха, нету вот этой мути, да. Мука это как, ну, символ физического, физической жизни. Нету торы. Он говорит, не может человек без еды существовать. Им эн тура, эн кемах, он говорит. Но если нету торы, если у человека нету соединения с Богом, так нету мути. То есть эта мука, она не туда идет, она незачем. То есть она вроде бы и есть, но ее и нету. То есть есть люди, они, знаете, как я считаю отсюда, вот это выражение. Есть люди, которые живут, чтобы есть, а есть, которые едят, чтобы жить. Только вот слово жизнь, оно поменено, оно потом пришло вместо торы. Если нету торы, если нету вот то, ради чего жизнь, вот правильно вот это соединение с высшими уровнями своей человеческой души, то тогда нет смысла в жизни вообще. Но если нету у тебя жизненных сил, тогда ты не можешь постигать тору. Все, это как бы он нам поставил приоритеты. Давайте еще раз повторим очень понятный порядок приоритетов. Началось с того, нету торы. Первое начинается, нет деры херес. Первая пара. Тора на первом месте, на втором путь земли. Правило это качество характера и работа. Если нету хохмы, дальше идет. Хохма, божественная мудрость, нету иры. Значит, следующая пара, божественная мудрость, страх перед небом. Значит, давайте еще раз. Первая, Тора, правила поведения и работа. Дальше, божественная мудрость и страх перед Богом. Следующая пара, бина. Бина это сообразительность и общее восприятие мира. И последняя пара, Тора и мука. То есть, вот это вот самые важные вещи в мире, и они все между собой соединены, и все между собой переплетены. Если есть Тора, Тора на первом месте, тогда ты знаешь, как эта вся штука работает, и ты можешь выстроить себя и свою картину мира, можешь ее выставить очень правильно. Значит, на сегодня мы заканчиваем, заканчиваем мы на сегодня урок. Есть еще продолжение этой мишны, мы не закончили, но мы продолжение выучим завтра, потому что продолжение такое же, как мы уже сегодня, как мы сегодня уже прошли. Так что мы дальше продолжать не будем, набегу я не хочу. Все, давайте сделаем выводы. Что для того, чтобы выстроить свою жизнь, нужна Тора, нужно знание, как работает все. То есть, если ты не имеешь знания, то все остальное не имеет смысла. Но когда у тебя есть знание, чтобы это знание в себя применить и применить его в жизни, есть еще этажи. Дерехеретс, путь земли, страх перед Богом, бина да ад, хохма бина да ад, это чтобы правильно ум работал, и последнее, что нужно, чтобы был кемах, нужно, чтобы была мука, поэтому пойдем сейчас кушать. Кушать, завтракать, работать и так далее. Все, напишите, пожалуйста, свои выводы, что вы для себя поняли, какие вы для себя сделали выводы, что вы собираетесь делать дальше, исходя из этих выводов. Поделитесь, пожалуйста, уроком с другими людьми, потому что у нас ВАИКРА и ВАЗВАЛ. Это как бы проект, это для того, чтобы знания божественные дошли до максимального количества людей. Поэтому делимся уроками и удачи всем и успехов. Все, всем счастливо.